Еженедельное оперативное совещание с главами поселений провела первый замглавы администрации Наталья Тамбова. Одним из вопросов рассмотрели ход строительства социальных объектов. Строительная готовность школы в Медвежьих озерах оценивается в 58%. Сейчас на школе продолжается монтаж окон, кладка наружных стен, начали благоустройство. Ставится задача закончить строительные работы до конца года. До 1 декабря должны быть завершены основные этапы реконструкции набережной вдоль улицы Шмидта. На объекте 112 рабочих, 9 единиц техники, забетонированы 90% из общего объема бетонных площадок, закончен монтаж прибрежных площадок, металлоконструкция салона и ведутся работы по прокладке кабелей слаботочных систем и уже освещение. Блок ЖКХ курирует работы по строительству моста через Клязьму от улицы Фабричной до Восточной промзоны. Там ситуация также видится оптимистичной. На сегодняшний день у нас для одной опоры уже провиты 42 сваи и переступили, перешли на следующий берег. Но там пока еще и не одной. Максим Анастасович ежедневно туда контролирует, выезжает. Но, в общем-то, работы идут и работать они будут сейчас в ночную смену, то есть круглосуточно. Обсудили на совещании проблемы в вопросах вывоза мусора. На ряде площадок в разных микрорайонах города, в частном секторе, а также в СНТ и ДНТ постоянно происходит сброс сверхнормативных отходов, причем не бытовых, а порубочных остатков и крупногабаритного мусора. Ситуация на контроле управления экологией и управления ЖКХ. Мы ежедневно проводим совещания и с управляющими компаниями по оплате, и с возщиками. Возщики, действительно, мы просим, они идут нам навстречу, но мы должны понимать, что они не помещаются в лимиты, потому что у них нет этого объема с управляющими компаниями. Кроме этого, изменились требования к внешнему виду контейнерных площадок. Многие нужно приводить в соответствие. Продолжается согласование вопросов вывоза отходов с единым региональным оператором Хартия, который должен начать работу с 1 января. Ряд проблемных вопросов районные власти намерены вынести на уровень Министерства ЖКХ, а также обсудить их с общественной палатой. Как сообщила Наталья Тамбова, накануне глава района Алексей Валов принял участие в совещании в правительстве области, где обсуждали вопросы развития транспортной логистики региона. Есть новости и для жителей нашего района. Воробьев точно подтвердил необходимость дублера Щелковского шоссе, и Минтранс готов поддержать нас в топ-5 наиболее острых социальных проблем по западному обходу. Уже у нас проект планировки территории для размещения этого линейного объекта в 2015 году еще утвержден постановлением правительства Московской области. Продолжение следует...